Итак, Тед с Ютуба, я против Найса. Это 6500 ММР, корейский прогеймер. На корейском сервере игра игралась, то есть я играю еще с задержкой. Мне играть сложнее намного, чем Найсу. Мне тяжелее Микрити и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому я выбираю именно этот билд, чтобы мне было играть немножко легче. Чтобы все не зависело от точечного микроконтроля. Начинаем, собственно. Все как обычно, вы знаете начало. Здесь же я иду в разведку еще после второго газа, немножко пораньше. Разведка нам сбивает тайминги. И нам где-то что-то придется отказаться иногда. Но это не критично. Билд все равно работает. Смотрите. Мы идем в разведку, и я вам показываю, что я вижу. Я вижу вражескую пробку. Смотрите внимательно на миникарту. Вот она. Да, то есть я ее вижу. Я вижу, я зафиксировал, что она идет. И спокойненько дальше играю. Ставлю два гейта, кибернетка. Ставлю пилон. Подымаюсь наверх разведывать. Что же тут происходит? Смотрю. Вроде все нормально. Немножко тут хожу. Туда-сюда. И ухожу. Да, то есть не забывайте, что эта пробка у меня должна потом спрятаться. В конце концов. Я, собственно, иду назад. Что я зафиксировал? Что мы недавно виделись с пробкой соперника. Но на данный момент я не вижу у соперника второго пилона. И я не вижу, что у соперника моего есть какая-то разведка. То есть непонятно, куда убежала вражеская пробка. Смотрите, что я делаю этой пробкой. Я сразу же бегу и проверяю, есть ли здесь прокси Старгейт. Это проверяет, конечно же, пробка. И дальше я решаю, что нужно посмотреть и дальше, что тут есть. Может он еще где-то что-то прокси поставил. И иду дальше в свое место, где я буду прятаться в будущем. Вот. Два сталкера. Нахожу пробку. Решаю ее, в принципе, убивать. Так как она все-таки дошла до нас. Вот. И дальше спокойненько тут смотрю. Может тут что-то в прокси есть. Может нету. Делаю блинк. Все, в общем, как обычно. И тут внезапно я нахожу пробкой прокси. Прокси роба. Я понимаю, что меня ждет суровый корейский алын. Да. Очень жесткая, мощная атака с имморталами и сталкерами. И я начинаю заранее готовиться. Я ставлю батарейку. Заказываю еще сталкеров. Я сейчас буду ставить еще дополнительные пилоны. Потому что понимаю, что имморталы и сталкеры придут. И начнут разваливать мне вот этот гейт. И мне будет тяжело. Это будет тяжело спуститься. Показываю вам, что, собственно, сейчас происходит. Собираются имморталы и четыре сталкера. И идут. Идут прессинговать. Уже вот этой армии, на самом деле, достаточно, чтобы просто подняться и начать меня разваливать. Но это тяжело сделать. Потому что у меня батарейка. Батарейка ровно по таймингу в 3.45 достраивается. Чтобы меня не смогли подняться и пропушить. Он это понимает. Он понимает, что я видел прокси-робо. Что я сильный, скилловый очень игрок. И что нельзя просто так брать и подниматься к таким мощным прогеймерам. Поэтому он заказывает следующий свой план. Это призма. Это призма, чтобы начать душить мне гейты. Чтобы меня зажимать на базе и не давать мне выйти. И это работает. Если я играю в Старгейт. Если я играю, например, в Робо. И остался у себя на базе. Тогда он меня реально может поджать. Но не против моего билда. Не против моего билда. Я сказал Найсу. Что извини, братишка. Сегодня не твой день. Ты выбрал Робо против Короля Блинка. И это невозможно. Невозможно такое выиграть, на самом деле. Ну, вообще, конечно же, возможно. Потому что он прогеймер, да? Корейский прогеймер. Сильнейший игрок просто. Я спускаюсь посмотреть, как дела. И понимаю, что дела у моего сталкера уже не очень. Уже получается, он пробился. Ставлю своих юнитов, чтобы они могли хоть как-то защищаться. И, собственно, на четвертой минуте уже подходит призма. И Найс видит все, что у меня происходит сверху. И начинает отбивать мне гейт. Я понимаю, что здесь пока мощи моей армии не хватает. Не хватает мощи моей армии. И неудачная позиция, понимаете? Гейт мне уже мешает в этой истории. Я понимаю, что мне нужно срочно, да, варпать с него. Во-первых, потратить хоть какой-то ресурс. И восстановить новый гейт. Сейчас где-то я должен его начать ставить. Я должен начать ставить этот новый гейт. И... Здесь начинается суровый замес. Посмотрите просто этот суровый замес. Мы подлечиваемся от батарейки. На максимальном рейнже аккуратно начинаем бой. Включаем обилку иммортала. Это очень важно. Очень важно включить обилку иммортала. Отличиться. Последний буст в блинг идет. У нас два гейта. То есть не... Не секунды у нас нету, чтобы ждать. И посмотрите. Летит залп сталкера. Попал первый залп. Он его сразу поднимает в призму. Летит залп во второго сталкера. Он его тоже спасает в призму. Убивает мне одного сталкера. Но... Через секунду у меня будет готов блинг. Блинг готов. Сразу же идет прыжок в иммортала. Иммортала начинаем выключать. Но я знаю, что он будет поднимать иммортала. Поэтому я начинаю бить призму. Призма прогнана. Иммортал убит. Начинаются выключаться сталкеры. Один за одним. Один за одним. Просто выключаю ему сталкеров. Все. Эта битва выиграна. Что будет дальше? Дальше нас ждет суровая битва. Посмотрите внимательно. Пробитый сталкер. Найс понимает, что это шанс. Это шанс его убить. Сможет ли он убить сталкеру у короля блинка? Патрон почти долетает. Но мы блинканулись. В последний момент и сталкер выживает. Просто вот так вот. Все. Полетели. Полетели. Крушим призму. Но призма умная. Она залетает в мертвое пространство. Ее тяжело будет оттуда выгнать. На последний хп4 жизни у призмы. Она выживает. Здесь приходит иммортал. Но король блинка от него тоже отблинкивается. Умудряется снять ему щиты. И идем, идем догонять. Здесь мы забиваем немножко на призму. Конечно же ничего страшного. Главное добить иммортала. Иммортал пытается убить сталкеров. Естественно мы не дадим. Не дадим этого так. Здесь проверяем призму. Проверяем призму. Но Найс видит где мы ходим. И поэтому он готов в любой момент залететь с призмой. Здесь мы отключаем роба. На последних жизнях иммортал не смог выйти. Призма залетает. Чтобы начать харассить нам минеральную линию. Но у нас есть батарейка. Батарейка и рекол. С реколом мы прогоняем сталкеров. Доделываем пилон. Начинаем доварпывать юнитов. И идем, идем в последнюю нашу атаку. Мы знаем что мы можем. Мы можем проатаковать. Здесь попытка. Попытка начать убивать минеральную линию. Но Найс не ожидал что Теда будет настолько много. И в своем коронном стиле просто. Заходим. Видим добычу. Прыгаем и убиваем. Одного. Второго. Третьего. Четвертого. Пятого. И шестого сталкера. Все. Дальше только пробки. И только победа. У нас намного больше сталкеров. И все с блинком. Конечно же Найс здесь без шансов. Без шансов против Теда. И как бы ему горько не было. Как бы ему горько не было. Но ему придется признать поражение. Найс пишет Gigi. Тед Ютуб Викториос. С вами был Тед. До новых встреч.